Всем привет, это Леонид и проект Спецокраска. Сегодня у нас достаточно простая тема, но на всякий случай мы ее осветим и пусть она будет в роликах на ютубе. Тема называется соплодержатели для краскопульта безвоздушного распыления. Как их подобрать и какие виды бывают, ну по-крайней мере, стандартные. Что такое соплодержатель? Соплодержатель это то, куда вставляется сопло, седло сопла и то, что держит сопло. Фактически, то есть наш стандартный пистолет 450 или 250, этот самый стандартный пистолет для покраски, что линейный, имеет некую бабочку вот эту, в которую вставляется вот это вот сопло. Оно содержит вот это крепление, некую бабочку, как некоторые называют, она нужна для того, чтобы сюда руки не подсунуть при замене сопла, ну просто тупо неудобно. Да, то есть когда вы прочищаете сопло, да, у вас рука вот здесь вот, ну никак вот она не окажется, чтобы не травмировать себе руку в процессе прочистки или покраски. Вот, то есть это чисто вот а-ля декоративный механизм для безопасности. Вот, соплодержатели, соответственно, они бывают разные, да. У нас они бывают четырех типов размеров, ну и в принципе мировой рынок окрашенную оборудование именно четыре типа размеров и включает. То есть они отличаются между собой по резьбовому соединению вот здесь вот на пистолете на диффузоре, да, то есть они бывают семь восьмых или одиннадцать шестнадцатых. Вот, то есть семь восьмых это стандартные соплодержатели на фирме Грака, это любые американские пистолеты, это любые китайские пистолеты, вот, они содержат вот такую резьбу. Второй вариант это одиннадцать шестнадцатых. Одиннадцать шестнадцатых, соответственно, она немножко потоньше диаметр этого диффузора, это соплодержатели с такой резьбой, они обычно идут на старые вагнеровские пистолеты, это типа АГ-08, АГ-14. В теории существует М18 на полтора, ни разу за двадцать лет я их не видел, но, говорят, они есть, то есть в каталогах я их видел. Вот, дальше, соответственно, соплодержатели отличаются помимо своей резьбы семь восьмых или одиннадцать шестнадцатых, повторился, вот, соответственно, они отличаются соплами, которые туда можно вставить. В мире существует несколько вариантов посадочных диаметров, сопел, которые туда можно вставить. Основный законодательный мод в соплодержателях и в соплах это сопла компании Вагнера и сопла компании Грака. Соответственно, у Вагнера стандартное сопло на профессионально окрашенном уровне, именно на профессиональное, потому что на бытовое немножко по-другому, вот, это, соответственно, эти самые сопла с диаметром нижней вставки одиннадцать один миллиметр. Вот, соответственно, на всех китайских пистолетах, практически на всех, все, что видел обычно так, это вагнеровский тип посадки сопла. То есть вот сюда можно помимо наших китайских сопел, помимо наших китайских сопел можно поставить и, в том числе, вагнеровский сопел, ну и их дочерних компаний типа Титана. Вот, если мы говорим про остальные варианты мировых вариантов соплодержателей и сопел, это, соответственно, соплодержатели под Грака. Там, по-моему, всего три варианта. Это РАК-5, РАК-10 и XHD. Вот, соответственно, РАК-5, насколько помню, вагнеровские сопла туда тоже подойдут, поэтому это, в принципе, то же самое. Вот, а РАК-10 там другие. Вот, соответственно, если мы захотим вдруг соплодержатель поставить РАК-10 на наш пистолет, да, то есть он сюда встанет, но сопла уже наши туда не влезут. Вот, все эти РАК-5, РАК-10 и вагнеровские сопла и соплодержатели, они рассчитаны на давление 250-350 атмосфер. Вот, такое вот лирическое отступление. Если вдруг у нас давление больше, то есть соплодержатели под 530 атмосфер. из нашего ассортимента это соплодержатели компании ГРАКО. Вот, это ГРАКО XHD. Вот такие вот серые соплодержатели. Вот, сюда наши стандартные сопла не влезут, да, то есть поставляют именно на компании ХВСТ и компании ШТАЙ. Вот, стандартные сопла сюда не влезут, сюда идут специальные серые сопла XHD или GHD. Вот, они рассчитаны на 530 атмосфер. Вот, на наши пистолеты они подойдут, но просто пистолеты, вот этот и вот этот, они на 250 атмосфер как бы придется ставить пистолет тоже на 530 атмосфер. В общем, резюмируем, да, у нас, ну, сейчас вот, по крайней мере, здесь у нас на столе два вида соплодержателей, в теории их существует четыре вида соплодержателей, просто у нас в магазине сейчас нет. Внешне они все одинаковые, просто они отличаются давлением и резьбовым соединением под тот пистолет, под который оно подходит. И также отличается по соплам, которые туда можно вставить. Вот, это стандартное отличие этих соплодержателей. То есть соплодержатели можно ставить. Опять убежал немножко в сторону. Соплодержатели можно вставить как на сам пистолет, можно ставить как на удочку, можно ставить их на клиншот, можно ставить их на поворотный механизм для удочки. То есть не вопрос, то есть везде эти соплодержатели используются, без них вы работать не сможете. Вот, важный момент по соплодержателям, стоит помнить, что соплодержатели, когда вы их прикручиваете к пистолету, вы их прикручиваете от руки. То есть если вы будете использовать гаечный ключ, там какой-нибудь побольше подразводной и газовый, вот эти вот губы, вот эта вот бабочка, она вся улетит, она отломается и у вас сопло придется вставлять непосредственно в металл. Это как бы неудобно, некрасиво и нехорошо. Вот, и это опасно. Вот, поэтому, если есть возможность, если у вас здесь все чисто, здесь у вас нет вагона краски и вы можете прикрутить вот это все от руки, да, прикручиваем от руки. Если приходится подтянуть, ну, сильно не затягиваем, потому что иначе вы все это дело сорвете. Вот, в двух словах, в кавычках, в двух, это все. Вот, если возникают вопросы, вы пишите, звоните, пишите в комментариях, всегда будем рады помочь, подсказать. Если нужно будет помощь в подборе окрасочного оборудования или комплектующих к нему, тоже пишите. Вот, если нужен будет мой персональный телефон и со мной хотите поговорить, на сайте спецокраска.ру в разделе контакты есть мой телефон. Меня зовут Ионид, проект Спецокраска. Ставьте лайки, всегда рад вам буду помочь. Спасибо, до свидания, пока.